Сочи – первый город в России, где созданы максимально комфортные условия не только для проживания, но и отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. Доступными в Сочи признаны порядка полутора тысяч объектов. Сегодня более 30 тысяч сочинцев с инвалидностью могут без проблем передвигаться по городу, пользоваться общественным транспортом, посещать учреждения культуры, ходить в кафе. Сегодня инвалидов можно встретить в прогулочных зонах. В Сочи к нужным инвалидам адаптировано 22 парка и сквера. Спускаются они и к морю, чего не делали многие годы. Сочинским инвалидам доступны 9 пляжей. 44 подземных перехода оборудованы лифтами и подъемниками. Подготовка паралимпийским играм в городе создала иную систему. Мы по большому счету поменяли свои стереотипы о инвалидах. Они стали такими же. Их стало много. Раньше мы их не видели просто здесь. И колясочников не видели. Почему? Нам понятно сегодня почему. Да просто они не могли свободно находиться на улицах города. А как туда добраться? А когда появилась доступность, их стало достаточно много. Появилась у них возможность передвигаться. Транспорт стал доступен. В Сочи 500 автобусов готовы перевозить инвалидов-колясочников. А для незрячих или слабовидящих сочинцев разработаны специальные ориентиры по общественному транспорту. Система «Говорящий город» в виде радиоинформаторов сообщает слепому номер подошедшего на остановку автобуса. Создали в Сочи и первый путеводитель для инвалидов. Специальные буклеты призваны помогать людям с ограниченными возможностями здоровья ориентироваться по Олимпийскому Сочи. Благодаря строительству новых гостиниц с адаптированным номерным фондом, город может принимать на отдых инвалидов со всего мира. Более ста отелей получили акты доступности. Также в Сочи активно развиваются и становятся популярными массовые виды спорта для людей с инвалидностью. В настоящее время физической культурой занимается более трех тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня тот опыт, который накоплен в городе Сочи, мы готовы передать другим. И сказать другим городам, что без этого городская среда не 100% является городской средой, потому что отсутствие доступность. Работа по внедрению доступности в существующих зданиях и на целых улицах велась с момента победы Сочи в Олимпийской гонке. Сегодня эксперты всех уровней дают самую высокую оценку безбарьерной среде Сочи. Для самого города, отмечает Анатолий Пахомов, главное наследие программы доступности – это то, что тысячи сочинцев почувствовали себя полноценными людьми.